Это нормально на К8-мой раме с такой подвеской, но они едут к нам из Уссурийской. Я первый раз вживую вижу данный мотоцикл с ПТС, но фильтр все равно, смотрите, стоит с какой большой площадью покрытия. Бибикалка есть и отлично. Я думаю, уже будет нормально на нем ездить. Какая затяжка должна быть. FX-Moto, Avantis, GR, Zumav, BRZ, Husky, Progassi. 7 компаний, которые делают мотоцикл на раме К8. И сегодня мы добавляем к ней еще одну компанию, и это компания RegulMoto. Субтитры сделал DimaTorzok И эта модель называется RegulMoto Hall Shot. И в основе этого мотоцикла лежит 172-й мотор, на котором установлено увеличенное ЦПГ на 74 мм. И также он имеет балансирный вал, чтобы злая кроссовая резина, которая на нем установлена, вот такая вот, будет вибрировать и так. Но у 172-й мотора без балансира вы знаете, как вибрирует, поэтому вам будет намного комфортнее, когда двигатель с балансиром вибраций практически не будет. Ну и работает этот мотор в паре с карбюратором от компании Nibi с 30-м диффузором. Как всегда, идем по стандарту дальше, и здесь мы видим алюминиевый маятник, такой же, как у всех мотоциклов на К8-й раме. Переходим плавно к колесу. Здесь мы имеем спицы диаметром, я думаю, 4 мм, уже стандартные, да, спицы 4 мм, а пода алюминиевые. Буксатор в наличии или нет? Вижу буксатор, Алексей. Да, внизу вон, где? Левее, правее. А, вот, буксатор. Буксатор в наличии. Покрышка 120-я, 120 на 90. Это сильно. Этот мотоцикл готов покорять внедорожье, тем более он с ПТС. Цепь установлена 520-я от компании Чоха. Это бюджетная Япония, но она установлена не простая, а сальниковая, за которой нужен уход. Здесь уже установлена цепь, да, как на дорожнике, но это мотоцикл с ПТС, напоминаю. И сразу скажу, он стоит 219 тысяч рублей. За К8 раму цепь сальниковую, японскую, усиленная обода с усиленными спицами, мотор на бигборе, 219 тысяч рублей, это просто цена подарок. Я первый раз вживую вижу данный мотоцикл с ПТС именно на К8 раме, то есть вы куда-нибудь на дальняк уехали, вам высоко, вам комфортно, у вас 48-я вилка, у вас 480-й амортизатор от компании РМС со всеми регулировками. Вы приехали в какую-нибудь, проехали 100 километров, уехали в леса поля и на этом же мотоцикле ворвались в эндуро. Опа! Фильтр, я сначала думал, Ниби, а оказалось не Ниби. Ну и оно и заметно, потому что цена мотоцикла 219 тысяч рублей, но фильтр, все равно, смотрите, стоит с какой большой площадью покрытия, уже спортивный, а-ля. И он вот на таких КТМ-овских клипсах, ну как на всех К8 рамах, ну и что, что Ниби, зато он справляется со своей задачей. И, кстати, как видно, все уже смазано, пропитано, поэтому можно ехать на нем сразу с таким фильтром с завода. Вот это уже чувствуется. Настоящий К8 байк. Рычаги обычные, сцепление, тормоз, ничего нового. Тут заводим. Так, ключ, кстати, у нас вот сбоку. Кто не знал. Он имеет два положения, потому что фара включается здесь, сбоку. Ближний и дальний. Алексей, покажи. Фара пятидиодная, светит изумительно. Поворотники лево-право. Все работает как спереди, так и сзади, Алексей. И посмотрим. Габарит горит у нас? Нажимаем на тормоз. Все, все работает изумительно. Чтобы выключить поворотник, нужно нажать лишь вперед. Бибикалка есть и отлично. Стандартная приборка, как у всех, как везде. Спидометр, тахометр, показатель передач. Руль 28 мм. И грипса у нас уже идет вот на таком болтике шестигранном, чтобы она не скользила вверх-вниз. Алюминиевая защита рук, которую можно превратить совершенно спокойно в гарды, открутив вот эти вот болты. Тот, кто хочет, может сделать без проблем. Ну и, конечно же, зеркала, потому что это у нас техника с ПТС. Рост метр восемьдесят пять, вес девяносто килограмм. Достаю мысочками. Это нормально на К8-мой раме с такой подвеской. Если у вас рост ниже, то можно ослабить заднюю пружину, поменять масло в передней подвеске, ее тоже настроить под себя. И с ростом от 175, я думаю, уже будет нормально на нем ездить. Подвеска, кстати, у него, как заявляет производитель, это копия шова. Да, кстати, смотрите, у него алюминиевые фрезерованные траверсы. Здесь даже написано, какая затяжка должна быть. 17 ньютон-метров и 12 ньютон-метров. В общем, тезисно. 174-й мотор, 25 л.с., ПТС, К8-я рама, 219 тысяч рублей. Все байки на данный момент проданы, но они едут к нам из Уссурийска. И будут у нас недели через... Когда выйдет обзор, Алексей? Недели через две? Будут через неделю. Поэтому торопись, переходи на сайт jazzmoto.ru. Кредит, рассрочка за полчаса, все сделаем для вас. Также забыл упомянуть, при заказе на сайте можете написать мое имя, промокод ИВАН. Английскими большими буквами. И будет вам приятный бонус к заказу. Ну, а с вами был Иван, jazzmoto.ru. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова